Встреча с президентом Байденом Встреча с президентом Байденом Встреча с президентом Байденом науки, образования и прорваться в новейших технологиях. Ни одна из этих задач Государственной Думы не решена. Более того, ситуация продолжает ухудшаться и усугубляться. Сегодня в правде вышел обзор мой, я не хочу повторять, вы прочитаете, 12 ошибок Думы 7-го созыва. Главная принципиальная ошибка – продолжается финансо-экономический курс. Курс на распродажу последнего достояния, на разворовывание гигантских ресурсов, на перекачку капиталов за кордон и на бесцене талантов и труда наших граждан. Продолжается отток гениальных и талантливых людей. Уже 600 тысяч научных работников и почти миллион талантливых людей вынуждены покидать свою страну. Самый плохой показатель для всех нас ибо молодежь должна любить свою страну и гордиться. Каждый второй студент и школьник заявили, что они готовы покинуть страну, ибо они здесь не видят свое будущее. Можно ли было исправить это состояние? Я считаю, вполне. Мы предложили бюджет развития, мы провели почти сотню выдающих слушаний. Мы внесли 15 поправок в Конституцию, которые позволили бы изменить курс, направить все российские ресурсы на нужные страны, поддержать высокие технологии. Мы показали пример, как должны работать народные предприятия. Провели всероссийский семинар, пригласили туда всех министров. Полторы тысячи приезжало к нам Казанкову, и все побывали у Грудинина. Казалось, берите этот опыт, внедряйте, двигайтесь вперед. Не берем ни из казны, ни копейки, платим прекрасные зарплаты, великолепная социальная база. У нас только в школе в этом году пошли 9 классов комплектов, первый класс у Грудинина, и тем не менее власть продолжает разрушать, нападать, унижать, разграбить все, что только создано трудовым народом. Здесь, вот в этом зале, Джарес Алферов, наш выдающийся Нобелевский лауреат, единственный лауреат, который работал в парламенте планеты, прочитал три гениальные лекции. Первая лекция американский советский атомный проект и почти две сотни новейших изобретений. Берите, внедряйте, предложил вариант, и вместе с нашими талантливыми людьми, и Мельниковым, и Кашином, и Новиком, и Афонином, и Коломейцеву, и Харитоновым. Подготовили блестящий закон образования для всех. Смолин его представил. В главном университете страны, в МГУ все поддержали. Правительство отказалось принимать это решение. Более того, великолепный университет, где объединили школу, УВУ с академией, новые производства, продолжают душить так называемое новое жулье-приватизаторы. Мое обращение к Мишустину пока не возымело должной силы. Я надеюсь, что власти хватит ума и сил хотя бы сохранить это выдающееся учебное заведение. Здесь, в этом зале, Алферов прочитал и вторую лекцию «Наука и власть». Он показал, что никакая власть без науки, без теории, без фундаментальных исследований не может претендовать в этом мире на ведущие позиции. И чтоб вы думали, вместо этого власть взяла и все институты в течение пятилетки, отдала чиновников и бюрократов, отнял это у Академии наук, а Академия наук субсидируется, финансируется меньше, чем в средней руке один университет в Европе или Америке. Ж.Р. Иванович произвел еще одну гениальную лекцию, почему социализм по работе Эйнштейна, который тот написал после войны, видя, что американцы готовы сбрасывать на головы граждан Земли свои ядерные бомбы. Он прямо сказал, без справедливости, без социализма, без гуманизма, без высокой духовности человечество не может вперед развиваться, капитал будет душить, эксплуатировать и унижать планету. Она от этого будет не ищать и разрушаться. Нужна наука, нужно образование, нужен гуманизм. Это и есть социалистический путь развития. Ничего похожего. Мы заключили договоры, здесь выступали руководители, приезжал Си Диньпинь, в восторге от стратегического партнерства с Китаем. Китай вот будет отмечать столетие Компартии Китая. Я опубликовал, Синьхова большой разворот отношения к этому потрясающему все человечество эксперименту. Эксперимент, который повалил в стране 700 миллионов людей вывезти из полной нищеты, занять первые строчки в развитии экономики, производить 18% мировой продукции. Берите, Путин ездил, я вместе с ними летал, вместе на выставке были, смотрели, кто вам мешает, почему вы обслуживаете олигархию, это жулье, которое не желает вкладывать в страну, почему вы набили машину почти 14 триллионов рублей в фонде и 600 с лишним миллиардов долларов золотовалютных резервов. Даже в ходе эпидемии мы 4,5% вложили в ВВП, американцы 12, Европа, одни немцы только вложили 37%. Ничего не действует, продолжаем ползти по этой грязной, вороватой, жуткой, страшной колее, которую протоптала Ельцин-Гайдаровская команда. Путин вчера отвечал уверенно, выглядел достойно, но главная слабость его, его команды и его правительства заключается в простой вещи, что давно требуется корректировка курса, создание команды и поддержка всех главных инициатив в Думе. Мы в Думе предложили весь пакет законов, который позволил бы стране выбраться из этого кризиса мирно, демократично. Мы за новый курс, за национализацию минеральной сырьевой базы и стратегической отраслей, мы за детей войны, мы за бесплатное образование, медицинское обслуживание, мы за бюджет развития, мы за то, чтобы минимальная зарплата и пособия были 25 тысяч, мы за то, чтобы страна уверенно развивалась, все лежало на столе у единой России. Казалось бы, возьмитесь, провели ряд слушаний, и вслед за этим, видя, что ничего не получается, 18 законов, в конце один, круче, я не люблю это слово, другого, этому заткнем рот, у этого отнимем, этих посадим, и продолжается. 800 судебных исков против Грудинина обложили Звениговское, сейчас преследуют лучшее хозяйство Марокова и только в ходе возложения цветов, памятников нашей выдающихся 23 февраля, 1 мая, 9-го 21 человека арестовали, судили и обирали за то, что пришли поклониться великой советской эпохе. Хочу напомнить депутатам Единой России, их стараниями, их подельниками принято все это безобразие. Советская Россия в 90-м году в рамках СССР производила 9% мировой продукции, советская страна 20%, каждый третий в мире летал на илок и тушках, каждый третий ученый был советский. В 15-м году, когда готовилась избирация Думы, уже было 3,3%, сегодня Россия производит 1,8% мировой продукции и дальше продолжает откатываться. Поэтому на любых саммитах и встречах вас будут слушать и поддерживать, или, по крайней мере, заключать договоры, если вы будете сильными, умными и успешными. Нас давили и душили. Но когда в 70-е годы мы стали великой державой, сначала Джон Кеннеди в 62-м году американскому университету сказал, с СССР надо дружить и вести переговоры, это ведущие страна мира. А потом Ричард Милхаус Никсон приехал и сказал, вы великая страна, поэтому мы с вами будем заключать договоры. Хотите, чтобы с вами заключали и уважали, будьте великой страной. для этого нужна великая наука, классное образование и развитая современная промышленность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова